МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот вышли мы на скоростную дорогу, примерно того же периода постройки, как и наша Ленинградка платная. Но здесь почему-то ее сразу построили, сразу оформили. Мы же ее видели, как ее строили. То есть ее последовательно достаточно быстро построили. Правда, после того, как убрали польских подрядчиков и взялись немцы за дело. Все-таки европейское строительство. И сразу же она стала эксплуатироваться. Дорога бетонная, ровная, как полотно. Цена, в принципе, нормальная. То есть мы потом скажем, во что обходится проезд по ней. Причем расстояние здесь, по-моему, 600 километров. То есть это практически до Санкт-Петербурга путь. Теперь-то у нас на сегодняшний день мы знаем, как выглядят дороги скоростные в России. И понимаем, что как-то это внешне похоже, но не так. Но не так это. А здесь это вот так, что называется. Так, продолжаем наше движение. Все, нас впереди теперь ждет Берлин. Здесь будут оплаты. Четыре, по-моему, или три пункта оплаты. Что сколько стоит, мы скажем. Дадим объективочку. И расскажем, покажем что-то интересное. То, что мы увидим. Так, берем карточки сейчас. Это нам уже знакомая технология. И будем потом оплачивать этап. В местечке Канин. Название такое. Канин. Канин-манин. Вах-вах-вах. Ну да, технология простая. Нажимаем кнопочку, берем карточку. Обещал рассказывать подробно про нашу поездку. Мы в Польше. Я подробно и так рассказываю. Но мы сейчас в Польше находимся на стоянке отдыха. Вот санузел виден перед нами. Также в туалет можно сходить и на заправке. Вот у меня там вид на заправку. Здесь же, как правило, есть какое-то место перекуса. Типа вот здесь в Макдональдсе. Есть вот такие участки, где можно самостоятельно провести пикник. Все это располагается, как правило, на каком-нибудь красивом, около красивого поля. И, в общем-то, скажем так, создает определенную радостную атмосферу. Да, есть еще детская площадка. Мы сейчас подойдем, посмотрим, где могут дети поиграть. И все-таки наиболее интересные такие беседочки. Уютные. Можно с собой принести еду. Здесь даже что-то, может быть, немножко сготовить можно будет. Вода есть там, где туалеты. Там же потом можно помыть руки. В общем, все для господ отдыхающих. И для господ отдыхающих на автомобилях. Тем более. Все. Вот детская площадочка. Здесь дети могут отдохнуть с дороги, поиграть. Как я говорил, есть Макдональдс. Вот люди купили в Макдональдсе, перекусывают. Можно просто в Макдональдс ходить. Можно купить еду на заправке. В общем, вот такое вот очень уютное место на дороге. В Германии еще более, скажем так, разнообразные такие места. Вот такие места для автопутешественников оформлены практически на всех автодорогах Европы. Сейчас мы в Польше, в Германии посмотрим такие же места отдыха. Дело в том, что дороги, они... Как сказать? Ты в России себя чувствуешь одиноким на дороге. Все свое везу с собой. А в Европе этой инфраструктуре делено больше внимания. Такие площадки, это как опорные точки для путешественников. Здесь можно отдохнуть, получить какую-то помощь, заправить бензином, покушать. Ну, еще что-то. Какой-то ремонт небольшой там сделать. Так сказать, в этом плане... В России сейчас у нас есть только заправки, да? Мы вот не в даром так любим BP, потому что это все-таки какая-то опорная такая точка по дороге. И сейчас вот... Да, в общем-то, больше никто. Лукоил не особо этим занимается. А здесь хорошо в Европе помнить, что за рулем люди. И для людей создают удобные условия, прежде всего. А, так сказать, поэтому люди и любят заезжать на эти места, да? Ну, заправка. То есть, в заправке есть и туалет, и еда какая-то, и так далее, и так далее. То есть, этим стимулируется продажа на заправках бензина. У нас тоже делаются первые шаги, но пока они еще очень сильно первые. Ну, в дальнейшем мы еще расскажем про такие места. Прошли три платы, три места, где платим. А вот четвертое место, 35 злотых здесь будет стоить. Да, это было в том году 35, потому что в том году были две платы по 17, по 17 злотых, да. А в этом году уже 18, и первая плата, правда, была 9,9. Итого 9,9 злотых, два раза по 18, и, как мы предполагаем, сейчас будет 35. И мы выйдем сейчас к границе с Германией. То есть, сейчас будет скоро мост через Бугга. Завершается наше путешествие от Варшавы до границы с Германией. Вот автобан такой тут сейчас замечательный. Сейчас заплатим, узнаем точную цену. Храните деньги в заберегательной кассе. Ну, если они, конечно, у вас есть. Сейчас узнаем точную цену и скажем, сколько тут это стоит. Выехали на мост над Бугом и покидаем Польскую республику. Одер, можно сказать. Одер, одер, конечно. Одер. Вот граница, граница Польска. Ну, там Майн на Одере, судя по всему, город. Одра. И граница Германии. Вот значок уже, Перу и Дойч. в Бундесреспублик. И сейчас будет плакат, обозначающий. И, значит, тут сейчас ремонт. Здесь, кстати, ремонт идут. В том году уже здесь были ремонты. Видимо, они до сих пор продолжаются. Ремонтируются автобаны. Вот некоторые из них еще с войной остались. Вот здесь скорость 120. Тут, кстати, к вопросу, есть ли в Германии ограничения. Вот здесь скорость 120 разрешенная. И вот знак республики. Бундесреспублик Дальшан. Ты в городах 50, за городом можно 100, автобан 130. Кстати, интересно, что появилось обозначение автобан 130. Так что, не знаю. Про ноль лимит на немецких дорогах надо уточнить. Надо уточнить. Вот. Ну, а мы продолжаем наше путешествие. Нас ждет теперь немецкие дороги. Нас ждут немецкие дороги. И наша цель сегодняшняя. Прибыть в город Вурсбург. И посмотреть его старинный мост. Альтбрюке над рекой. Продолжаем обзор стаинок для отдыха. Видно площадку, где стоят автобусы и грузовики. Видно площадку, где стоят легковые машины. И комплекс, где можно перекусить, отдохнуть, рестораны. Здесь можно поесть, что-то вкусное попить. Такие садики, как правило, организуются. Места для курения. Информационное табло. Где вы находитесь, куда можно доехать, чем здесь угощают. В общем, как-то вот так вот уютненько организовано. Придорожные стоянки. Мы в Германии. Мы в Германии, недалеко от Лейпцига. Продолжаем наше путешествие. Вот золотые поля. Баварщины. Обратите внимание. Золото. Зелень. Закатное солнце и прекрасное свечение. Не могли не показать вам эту прелесть. Доехали мы до города Вюртсбург. А тут какие-то торжества. Вот наш Меркурий отель. К нему мы сейчас пойдем. День взятия Бастилия. Похоже. Местное какое-то. Очень прикольно. Вот так и завершается здесь сегодняшний день. Фейерверком. Итак, добрались мы до Вюртсбурга. Тут есть старый мост. Сейчас попробуем его показать. Вот старый мост. Макет старого моста. Альтенбрюке. Мам. Речка. Нет. Да. Альтенбрюке. Ну, старый мост. Тут река. И на мосту. Мост средних веков. А где-то в 17 веке поставили тут на нем скульптуру епископов местных. Мы идем в старый город по мосту. Вокруг речка. У нас под мостом, естественно, речка. Ну, раз мост он по надречке же какой-то. И любуемся фигурами епископов. Темно. Наверное, ничего не видно. Пока видно. Но будет посветлее. Что-то поснимаем, построим, поделиться. Здесь ресторанчики. Я смотрю, на мосту там люди с бутылками вина и с рюмками сидят. Бонконгские вина. Тут, так сказать, своя традиция. Виноделие и винопитие явно какая-то. Входим в старый город и осмотрим достопримечательностей. Город старинный, а трамваи современные здесь. Ну, смотри, какой забавный трамвайчик бегает. Красота, а не трамвайчик. Ох, болезни с усами. Ну, как. Каких только чудес. В германичине ты не насмотришься. Ну, так побродить по уличкам. Побродить по темным, тихим улицам. Вечером найти вот такую базилику. Это вот очень даже здорово, на самом деле. Немножко мы, конечно, приустались. 7200 километров проехали. А два дня подряд по 1200. Это не так уж и мало. Потому что не обессудьте. Мы без такой залихвасткости рассказываем. Но, тем не менее, силы еще есть. Ходим, бродим. Смотрим, делимся. В какой-то степени еще. Но в планах завтра с утра по, на самом деле, пройтись. Потому что город явно достойен того, чтобы его повнимательнее осмотреть. А так как у нас просто в планах как промежуточный этап, как ночевка, то и наш осмотр будет быстрым и решительным натиском таким. Пройден. Так что с утра постараемся поснимать, порассказывать. А сейчас такая некая атмосфера ночного немецкого города. Верхней Франконии. Франконии. Субтитры создавал DimaTorzok